Добрый вечер, мои друзья, дорогие! И мы продолжаем шахматные бриллиантовые этюды. Сейчас мы видим этюд, созданный Мэттисоном. И так, Таггер Блад, 1914 год. Я люблю очень актеры Роберта Пэттисона, и поэтому вот такие фамилии вдохновляют меня на решение позиций. Мы видим, что здесь две ладьи у черных, и две пешки и кони у белых. И, вероятно, ход в белых. Ворону обеют все верно? Ну, сразу дам такую вот подсказку, или чтобы тут не на выигрыш белая игра, а на ничью. Я тоже хотела уточнение. Интересная ничья здесь должна быть. И что мы видим? Белые практически уже продвинули свою пешку до ферзя. Первую, да? Вторая пешка у них стоит на второй линии. И кони играют здесь в чрезвычайно важную роль. Итак, давайте сделаем единственный ход, который здесь приходит на ум. И я думаю, что любое большинство сыграли именно так. Это Б7. Мы же стремимся ферзя поставить, правильно? И как же здесь играют черные? Им же нельзя допустить, чтобы мы здесь превратили ферзя. Поэтому они будут как-нибудь отвлекать нас. Ну, допустим, очень неплохой вариант просто отдать одну ладью за эту пешку, потом съесть вилку, сделать, допустим, на короля и на коня. Так, то есть вы предлагаете вот так вот сделать шаг? Нет, нет, не так. Я предлагаю, что все они стоят на одной седьмой горизонтали. Ну, вот тогда здесь только вот... Ход не такой, сейчас ферз повернется. Тем более шаг. Ой, так я же нечаянно сделала ход с... Это я не хотела так делать, я просто хотела подвинуться на самом деле. Эта фигура отпустила ее. И я предлагаю сделать вот такой ход на самом деле. Вот, подвязали. Я пока тут зевала, да, это рукой пока смотрел, случайно отпустил ладью и не думать, что я ход ладью и шаг хотела сделать. Вот, подвязали, поэтому здесь... Король А8. Король А8, да. Тогда отдаем ладью. Зачем? Как, чтобы связку сделать? Нет, мы сразу отдаем на поле Б7. Вот я опять надо научиться и так, 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 так. Мы съедаем, король. И подвязываем, да. И подвязываем, да. Вот я такой вариант предложил, он мне сразу, по крайней мере, я его увидел. Ну, Ворон 0.9, Зоркий Глаз имеет и опытный нюх на такие позиции. Ну, естественно, белые не обязаны так легко проигрывать. Они должны делать ничью. И так, ладья Д7, вот, наверное, надо оставить. Мы оставляем. Раз он оказался действенным в одном из вариантов. А мы его оставляем. И теперь надо, вот, найти, наверное, какое-то оригинальное решение. Оригинальное решение. Так, наверное, вилка здесь должна быть какая-то оригинальная, я думаю. Так, а если мы делаем отвлекающий маневр? Нам нужно отвлечь эту ладью правильно? Значит, нам надо сделать шар. Скорее, скорее нам нужно не проиграть коня. Не проиграть коня. Мы в варианте, в предыдущем, в котором выиграли черные, проиграли коня. И партию проиграли. Поэтому мы сейчас с жертвами этого коня, чтобы их превратить. Пешка никуда не убежит. Мы ей всегда сможем воспользоваться. А мы вынуждены сейчас, чтобы они съели этого коня. Нет, ну, здесь практически нельзя сейчас покажу. Иначе он ушел таким образом, что ферзь угрожает по яйти. Согласна. Я предлагаю усилить нажим тогда... А, шар же. Шар, да. И поэтому говорят, что надо либо уходить, либо есть коня. Ну, естественно, он не ест коня. На грубо-силый, не дуе, когда будет. Нападает на коня король. Король, давайте вот так, поближе к корридирую. Давайте король е5. Как же нам дальше засекрать? У нас также связанный остается король. Также связанный остается... Мы не можем продвинуть пешку. Поэтому нам надо дальше играть. Нам надо убрать эту ладью. Поэтому давайте-ка мы используем коня. Это наш основной игрок. Нам же другими нельзя ничем пользоваться. Итак, да. Конь b6. Сразу вот я хочу сказать, что получается, что конь дважды уже нападает на фигуры черных. Да. Сильный конь получается. Не такой уж и слабый. Такой хитрый конек. А давайте рассмотрим вариант. Если все-таки... Но теперь будет ничья. Если просто побить ладья бьет b7, король бьет b7, это будет просто ничья. Ладья против коня не выигрывает. Тем более король не отрезан. То есть мы будем гулять, гулять не на краю доски король белых. Мы недавно решали и твиты. Как там правило 15 ходов, когда слон и конь был? Нет, ну, правило 50 ходов еще никто не отменял. 50 ходов будут мучить черные и белые. Но тем не менее, теоретическое ничье. Ну что дальше делаем мы в этой позиции? Ну хоть черных. Да, за черных. Отступи просто таким образом, чтобы не попадать больше под коня. Давайте вот так сделаем. Ну, например. Ну, вот сейчас он опять сделает шаг. Зачем? Ну так. Подокруг что ли? Хотели бы черных, чтобы сыграли так. Ну, нет. Мы просто играем король А8. Теперь король А8. Как мы синхрон прям получился. Угрожаем выиграть одну из ладей. Да. Ладья забрала. Ж2. Нет, нет, нет. Просто выиграть. Хитрый вариант смотрим. Я предлагаю сделать ферзь, да, ферзь, шаг. Давайте сделаем король Е4. Мы не можем сделать король Е4. Потому что у нас там ферзь не сможет выиграть. Ну и в этом варианте, тут еще сейчас белые будут играть на выигрыш. Да. С конем да ферзем еще белые будут играть на выигрыш. Давайте не будем допускать такой ситуации. Поэтому черные должны усилить еще свою игру. Вот в этом случае сыграли. Итак, я предлагаю все-таки спросить у Мэттисна, как он сыграл в этой позиции. Ну, во-первых, ход пешкой напрашивается, и он был правильный первый ход Б7. Смотрим с самого начала. Ага, давайте Б7. Ладья Д7. Ладья Д7, ну как мы ее предполагали. То есть это главная линия черных, они в одном из варианте, который мы до этого уже смотрели, выиграли. Конь Д5 правильный ход. Конь Д5 правильный ход. Отскок коня правильный. Он идет на помощь своему королю. И как здесь играет? Ладья, значит... А, шах, король, естественно, уходит на Е5. Е5. И здесь вот какой-то ход был. Конь нападает теперь уже не на короля, а на ладью. Конь Б6. Ну, все так же, как мы играли. И вот здесь ладья Ц7. Хитрый ход. Хитрость в чем? Мы видим, что в этом ходе заключается как раз главная идея. Теперь король А8. И когда мы поставим ферзя, мы проиграем партию. Да, потому что будет мат. Давайте вот посмотрим этот вариант. Значит, играется ход король А8. Да, и дальше играется ладья. Ладья Ж2, шах. Ладья Ж2. Кордон, кордон. Ладья Ж2. Угрожает мат с этой стороны. С другой стороны угрожает мат. Ставится ферзь, но ставится тут он без шаха. Да. Ставится без шаха. Мы делаем, естественно, шах. Это печально. Он закрывается. Закрывается, ну и тут легко выигрывает. Даже если не мат, то мы видим, ферзь погибает. Почему не мат? Мне кажется, мат. Ну, конь погибает. Конь погибает. Ну, вот как один вариант. И как же здесь... Давайте посмотрим, как здесь играть. Ну, тем не менее, король А8. Белый так и сыграли. Ладья Ж2. У нас как раз именно так стоит позиция. Конь С8. Конь продолжает свой маршрут. Закрывать будет короля по линии А. Да. Если сейчас ладья А2, шах, то... Ладья Ж8. Хитрый ход, который подвязывает коня теперь. Ну, тогда здесь, наверное, надо играть король А8. Ну, тут очень загадочный ход. Если поставить Б8 ферзь, то просто делается выжидательный ход. Ладья Ж2 бьет на С8. Вот, если ферзя поставить... Ладья Ж2 бьет на С8. На С8 им белые вынуждены отдавать ферзя за одной из ладей. Не проигрывают, естественно, партию. Поэтому тут надо ставить не ферзя, а слона. Ставится слон. Ух ты! Ставится слон. Это ход с двумя восклицательными знаками. И это финальная точка, в принципе. После хода ладья Ж2 на С8. Да, давайте посмотрим. Мы видим, что другая ладья просто связана. Да. Поэтому коня забирают, но получается хват. Вот такая позиция. Что я могу сказать? Это одна из самых поучительных партий, которые я видела за всю мою историю. Потому что мы понимаем, что мы привыкли, что самая сильная фигура это ферзь. Мы увидели из этих трех сегодняшних этюдов, что первое превращение ферзя нам было неправильно. Нужно было ставить коня. И сейчас мы видим еще в одной партии, что нужно ставить место ферзя слона. И мы спасаем. И еще я хочу сказать, что это чудесное спасение. Не просто спасаем. Это чудесное спасение. Мы с помощью того, что поставили фигуру на порядок ниже, получили результат тот, который нам и требовалось сделать. Большое спасибо за прекрасные этюды. И это потрясающе. Всего доброго. До новых встреч.